всем привет вы на канале концеп play микрофон александр сегодня хочу поделиться советами по игре хан show down советы будут довольно простые но все же я уверен они безусловно кому-то да помогут погнали и так предположим что ваш напарник убил кого-то на крыше и у него нет зажигательной смеси чтобы поджечь его случае если рядом с вами есть лампа то можно погасить ее и закинуть на крышу здания дабы тот воспользовался и совет 2 начав игру или перейдя на престиж вам будут доступны охотники первого ранга че вооружение расходники не сильно отличаются бесплатно в общем если вы видите что у бесплатного охотника есть добротная амуниция то смело нанимайте его и забирайте все что нужно после чего можете уволить совет 3 закончив удачно матч и получив большое количество очков которые вам некуда потратить ввиду низкого ранга я рекомендую оставить этого охотника до лучших времен то есть когда станут доступны хорошие перки совет 4 если вы совсем недавно купили игру и путаетесь в локациях то сделайте скриншот карт а в свободное время изучайте название совет 5 более опытные игроки иногда используют связку из двух апперкотов для быстрой стрельбы но имейте ввиду что этот способ не простой и требует хорошего има который вы сможете отточить на стрельбище если кто не в курсе этот режим будет доступен с установкой следующего обновления совет 6 сейчас вы увидите простой способ прокачки связок динамита помимо бомбы липучки сойдет и простая динамитная шашка просто липучка работать проще и безопаснее делать это можно даже в соло при этом прихватив с собой оружие с глушителем таким образом вы сможете убивать зомби втихую а полученные очки опыта потратить на нужные перки другими словами потратив час своего времени вы подготовите 5 хороших бойцов для игры с друзьями конечно есть риск что вас кто-то шлепнет но кто не рискует тот не пьет шампанское и еще один момент нанимая охотника мы делаем выбор в пользу его способностей внешнего вида и полосок здоровья если получилось так что вам понравились его способности и внешка при этом вы бы хотели отредактировать уровни здоровья для этого в непосредственной близости с точкой эвакуации сожгите нужные полоски и меняйте их на свой вкус совет седьмой убить всех охотников вы можете легко прокачать любое оружие но для этого лучше убивать монстров пожирнее к примеру тот же грудь нанесите ему два удара ножом а после убейте из оружия которое хотите прокачать совет восьмой думаю будет полезно знать расстояние при котором срабатывают ядовитые пчелы ибо бывают моменты когда враг находится неподалеку от бочки но ты не уверен сработают они или нет кстати этих чел можно отогнать ударами конечно это не снимет эффект отравления но во всяком случае вы перестанете получать физический урон помимо прочего если вы считаете что подобная бочка может сыграть не в вашу пользу то от нее легко избавиться при помощи лампы или коктейля молотова в общем при взрыве челы погибают совет 9 убив босса бывает что ни одна из команд не проявляет активности все ждут когда кто-то начнет первым в общем при наличии бомбы хаоса можно имитировать начало заварушки но опытные охотники вряд ли клюнут на это так как научились различать обманки а вот если подстрелять в сторону брошенной обманки то есть шанс что они поведутся на это совет 10 занимая позицию внутри построек изучите их слабые места то есть любые отверстия с которых можно вести огонь и от которых исходит угроза совет 11 если вы подстреле охотника но его напарник жив а у вас мало здоровья и закончились хилки ну или попросту вы понимаете что вам хана можно не хило поднасрать для этого поджигаете труп а после бросаете я правда с добавлением механики тушения эта фишка утратила свою актуальность хотя есть шанс что противник вздумает поднять друга во время действия яда при этом есть вероятность что погибнут оба а еще лучше для этих целей подойдет колючая проволока совет 12 в случае если на вас согрелся огненный а поблизости есть подаем то смело бейте его ножом совет 13 случается что есть необходимость убить босса максимально быстро причины могут быть разные на подходе вражеская команда или попросту вы или ваш напарник шотнутые и вам нужно срочно завалить босса способов на самом деле уйма и о многих я рассказывал ранее но после патчи не все способы актуальны но что осталось неизменным это их уязвимые места у свиньи это правое плечо у паука голова а ассасину нужно стрелять вот сюда то есть стрельба по этим местам наносит чуть больше урона также рекомендую взрывать бочки находящийся в непосредственной близости с боссом но опять же из-за патчи бочки не взрываются моментально поэтому рекомендую использовать фьюзы сигнальный пистолет или сигнальные ловушки последние кстати весьма эффективны против других охотников что касается бочек с ядом то возле них можно попутно установить и ловушку с колючей проволокой то есть жертва получит не только кровотечение но и урон от яда главное грамотно их расставить в том числе и на саплай и не забудьте показать их своим коллегам а иначе может произойти следующее запылять уроды растяжку поставили года я же предупреждал про нее я думал там другая бочка на этом у меня все рекомендую вступить в группу дискорд севера по хаунд шоу даун там много полезной информации и адекватные напарники ссылка в описании также рекомендую поставить лайк и подписаться на канал если вам интересен хант всем хорошего настроения и пока пока они обмениваются информации так что если вас один увидел не жди что другой тебя не увидит